Феромагнетики и гистерезис намагничивания, ДИА и парамагнитные минералы. Большинство минералов ДИА и парамагнитные, их намагниченность или внутреннее магнитное поле, прямолинейно, приложенному внешнему магнитному полю, ДИА и магнитные минералы, в целом, до действия поля не намагничены так как их электронные оболочки симметричны, и спиноорбитальные моменты электронов скомпенсированы. А вот у атомов парамагнитиков существует суммарный магнитный момент, потому что у их электронных оболочек внутренние 3D и 4F энергетические подуровни недостроенные, и спин орбитальные моменты электронов не уравновешены. Однако и парамагнитные минералы в отсутствии поля не намагничены потому, что их результирующие атомные магнитные моменты, имея любое пространственное направление, взаимно скомпенсированы. В магнитном поле, электроны приобретают дополнительные скорости, вследствие Ларморовской прецессии. Последнее состоит в том, что в результате индукционного действия магнитного поля, электронные оболочки атома приобретают добавочную угловую скорость, с которой их орбиты прецессируют вокруг внешнего поля, и как следствие этого получают дополнительный магнитный момент, пропорциональный к полю и направленный в противоположную сторону. С ростом температуры намагниченность парамагнитных минералов уменьшается за счет уменьшения магнитной восприимчивости. У деймагнитных минералов она обычно не зависит от температуры. К диамагнитным минералам относятся многие важнейшие породообразующие минералы, таких как кварц, гипс, графит. Из металлов диамагнитны также медь, золото, свинец и ртуть. Парамагнитны, например, мусковит, шпинель, рутил, доломит и магнезит. Как правило у диа и парамагнитиков отсутствует остаточная намагниченность в отличие от феромагнитных минералов. Согласно исследованиям, у феромагнитных минералов имеются значительные результирующие спин-орбитальные магнитные моменты, вследствие незаполненности под уровней 3D и 4F их оболочек. Однако в одноэлементных минералах, каким является самородное метеоритное железо, они в основном скомпенсированы и не способны к ориентации в магнитном поле, из-за большой плотности упаковки атомов этих веществ. Зато спиновые моменты электронов в определенных незначительных областях, или доменах, ориентированы параллельно друг другу, и, следовательно, здесь феромагнетики намагничены до насыщения. Эта ориентация спиновых магнитных моментов объясняется весьма значительным положительным обменным взаимодействием между электронами незаполненных оболочек соседних атомов. Такое взаимодействие, изменяет у атомов феромагнитиков распределения электронов, и ориентирует параллельно внешнему полю спиновые магнитные моменты. Пространственная же ориентация параллельных спиновых магнитных моментов одинаково лишь в пределах доменов моноэлементного феромагнитного минерала, из-за особенностей его кристаллической структуры. В целом, до действия полиферомагнитный минерал не намагничен. При наложении магнитного поля магнитные моменты доменов изменяются по величине и ориентируются по его направлению, что приводит к намагниченности минерала. Намагниченность сохраняется и после снятия приложенного поля и называется остаточной намагниченностью, которая отсутствует у ДИА и парамагнетиков. При температуре выше точки кюри феромагнетики становятся парамагнетиками. Намагничивание же при комнатной температуре, во внешнем магнитном поле характеризуется кривой, которая для феромагнетиков значительно отличается от аналогичных кривых для ДИА и парамагнетиков. Возрастание намагниченности с увеличением напряженности поля у феромагнетиков нелинейно и называется гистерезисом намагничивания. Кривая намагничивания имеет характерные участки. Участок первый, соответствует обратимому процессу, при котором связь между намагниченностью и внешним магнитным полем линейной намагниченность исчезает вместе со снятием намагничивающего поля. Это процесс обратимого смещения границ, при котором намагниченность растет за счет увеличения магнитного момента отдельных доменов в связи с ростом их размеров без изменения ориентации границ. На втором участке намагниченность резко возрастает с увеличением внешнего магнитного поля вследствие смещения границ, вырастают размеры доменов с ориентацией векторов намагниченности, одинаковая и близкой к направлению поля. Этот процесс необратим, так как значительная доля энергии растрачивается в виде тепла. На третьем участке намагниченность медленно возрастает с увеличением внешнего магнитного поля, стремясь к предельному значению из-за обратимого вращения. Причем объем отдельных доменов не изменяется, а их векторы намагниченности ориентируются в направлении поля. При уменьшении напряженности поля до нуля намагниченность понижается до некоторого значения называемой остаточной изотермической намагниченностью. Нулевая намагниченность достигается при напряженности обратного поля, равной коэрцитивной силе. Феромагнетики незначительной площади гистерезисной кривой и коэрцитивной силой, не превышающей 1000 Ампер на метр, называются мягкими в противоположность жестким феромагнетикам, характеризующимся широкой петлей гистерезиса и коэрцитивной силой в несколько десятков тысяч Ампер на метр. Свойствами феромагнетиков обладают титаномагнетит, гематит, сидерит, пиротин и магнетит. Благодарю всех за внимание, подпишись на канал, и будь в курсе выхода новых увлекательных и познавательных роликов.